В Ветковском районе зафиксованы массовые отключения электроэнергии. У вынику разголу стихии потерпели как жилые домы, так и объекты сельско-господарчого призначения. На счастье, это нереальное здарение, сценарии суместной тренировки энергетиков в Беларуси и России. Уже четвертый год запарьяны одлаживают механизм дейня по ликвидации позаштатных ситуаций. Про энергетику без межау. Материал Дмитрия Котова. Стихия врушилась на Ветковский район. Из-за сложных метеоусловий начали фиксироваться массовые отключения объектов распределительных сетей. Аварийно-восстановительные бригады гомельских энергетиков оперативно приступили к ликвидации технологических нарушений. В последневной жизни мы выполняем свою работу и без проблем справляется тот персонал, который работает ежедневно на рабочих местах. Но бывают моменты, когда неблагоприятные погодные условия дают сбой в нашем надежном электроснабжении потребителей. Для того, чтобы это оперативно все устранять, мы проводим такие тренировки для того, чтобы наладить это взаимодействие. Не только среди филиалов одной области, но и в целом областных энергосистем Республики Беларусь. На заседании штаба определяется алгоритм действий по ликвидации чрезвычайной ситуации. По легенде, на утро после разгола стихии без электроэнергии остаются около трех тысяч физических и юридических лиц. В результате анализа ситуации было принято решение обратиться к российским коллегам. Помощь в разрешении ситуации оказывают также представители лесного хозяйства и МЧС. Первые задействованы на уборке аварийных деревьев, а спасатели оперативно прибывают на вызов, чтобы потушить сполыхнувший трансформатор. Энергетики в то же время занимаются восстановлением поврежденных проводов. Стоит отметить, что тренировка не носит формальный характер. Отношения самые серьезные. Во время отработки в нештатной ситуации, к слову, задействована новейшая техника, которая есть на вооружении энергетиков двух стран. Вы видите по отношению, то есть по оснащенности наших бригад, то есть по то, какое мы внимание уделяем именно взаимоотношениям с нашими белорусскими партнерами, потому что в наших электрических сетях нет разграничений, да, то есть если линия идет, она не важна. Повредилась ли она в Беларуси, повредилась ли она в России, то есть понятно, что потребитель пострадает, поэтому необходимо наладить тесное взаимодействие. Это очень важно для Россетей, потому как цель-то у нас единое – поддержание надежности нашего, чтобы потребитель наш не страдал. Межгосударственные тренировки в таком формате проходят с 2015 года. В качестве площадки определяются приграничные районы. За четыре года энергетики отмечают, что уровень взаимодействия вырос значительно. Три области у нас границы с Российской Федерацией, поэтому мы и практикуем этот обмен опытом по нашей стороне Гомель, Могилев и Витебск. Со стороны Российской Федерации это Псков, Брянск, Смоленск. В структурах Белэнерго не ограничиваются подобными тренировками с российскими коллегами. Персонал тренирует ежемесячно. От внештатных ситуаций никто не застрахован. И тем не менее, важно всегда оперативно устранять любые аварии, чтобы потребитель находился без электроэнергии как можно меньше времени.